В регионе подводят итоги проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы. За время работы Организационного комитета в честь юбилейной даты было проведено 92 крупных события. К ним были привлечены сотни волонтеров со всего округа. Кроме праздничных мероприятий была проделана и большая социальная работа. Итоги и фронт работ к следующей юбилейной дате обсудили участники Организационного комитета. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начал свою работу в августе 2013 года. Почти два года в регионе шла большая планомерная подготовка к юбилейной дате. Различные флешмобы, акции, концерты патриотической направленности. Их организации были привлечены добровольцы со всего округа. Активно работал волонтерский корпус. Кроме того, была проделана и большая социальная работа. Мы не просто занимались мероприятием, принимали решения, мы несли особую функцию и роль выполняли. Прежде всего, это было организовано регулярное обследование условий жизни ветеранов войны. Была активизирована работа по предоставлению жилого помещения участника войны Маркову. Была установлена ветеранам тревожная кнопка. В населенных пунктах округа были установлены мемориальные памятники участникам Великой Отечественной. Эта работа будет продолжена. Вместе с подведением итогов участники совета высказали и свои предложения. Председатель окружного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Карипанов предложил увековечить 1099 имен наших земляков, которые погибли или пропали без вести на фронтах войны. Все-таки давайте мы вернемся к этой теме. К теме установления стены памяти по улице Победы, где у нас, так сказать, аллея Победы и где вот эти памятники. Сейчас там, так сказать, хороший вид. Можно на ту сторону, которую бывшие школы наши, ее установить. И выбить эти имена. Это хоть будут люди знать, что к этим людям можно принести цветы. Предметом обсуждения стала и книга памяти Ненецкого округа. Сегодня в ней много неточностей. Ее надо дополнять и переиздавать. К 75-летию Победы такая работа должна быть проделана, отметил Вячеслав Карипанов. Продолжение следует...